Хутор то вам не составит труда ответить на этот вопрос, но за правильный ответ вас ждет достойный приз. Здравствуйте, как вас зовут? Нет, я самый первый. Меня зовут Сергей. Я думаю, что они назывались Выселки. Как? Выселки. Выселки? Нет, к сожалению, это неправильный ответ. А откуда вы взяли этот ответ? Ну, просто я знаю, назывались Выселки. Может быть, вы знаете еще какой-нибудь вариант? Нет? Нет. К сожалению, мы вручаем Вам поощрительный приз. В следующий раз Вам должно повезти. Спасибо Вам. Здравствуйте, как вас зовут? Дима. Дима, Вы готовы ответить на вопрос? Да. Итак? Клочки назывались. Нет, это не клочки. Еще даю Вам 5 секунд. Может быть, Вы вспомните. Нет. Нет. Варианта нет, да? Придется Вам тоже вручить поощрительный приз. Приходите к нам еще. Как Вас зовут? Валерий. Валера, Вы готовы отвечать? У меня есть версия. Я попробую ответить. Хутора на слабой женщине, по моему мнению, назывались свободами. Поэтому... Нет, да? Нет. Я тоже и Вам даю 5 секунд. Военные поселения были здесь, кроме... Нет. К сожалению, этот вопрос был немножко связан, наверное, все-таки с диалектом местным. Вам тоже мы вручаем поощрительный приз. Спасибо за участие. Я надеюсь, что вот этот человек, который выигрывал у нас не один раз, я надеюсь, все-таки он даст правильный ответ. Нет. Я был глупый, конечно, потому что... Я еще задержался. Я посмотрел, честно говоря, в словаре в энциклопедическом. Там есть много значений хутора. Ну, значит, именно там написано, что хутор на Украине, в восточной части, назывался поселком. Потому что... Я не знаю, насколько совпадает с Вашим ответом. Значит... Потому что это лица, которая селит за территорией непосредственно в Востоке, и это станицы, поэтому там написано, что именно... Ну, хутор на Слобожанщине назывался поселком. Ну, Вы же увидели там много версий. Вспомните, какие были еще? Те версии просто касались не... непосредственно Украины восточной. Поэтому они не подходили. Мы вручаем и Вам наш поощрительный приз. И все претенденты, которые собрались здесь рядом, у них есть еще время правильно ответить, если они вспомнят это название. Вас зовут? Наташа. Наташа, Ваша версия? Высилки. Высилки, это неверно, и всем мы говорим, не уходите, подождите, пока мы вручим Вам поощрительный приз, но это еще не все. Андрей. Андрей, ты знаешь правильный ответ? Думаю, что знаю. Говори свой правильный ответ. Слобода. Нет, не слобода, такой вариант ответа у нас уже был, но ты пока не уходи, хорошо? Коля. Как ты думаешь, ты правильно ответишь? Думаю, что да. Ну мы тоже надеемся, отвечай. А труба? Нет, такой версии еще не было, но она тоже неправильная. Возьми вот один вынтел, это тебе, и никуда пока не уходи. Итак, никто нам сегодня не дал правильного ответа. Сейчас я объясню, в чем сложность вопроса для всех, кто к нам пришел. Телезрители это уже и так знают. Итак, вот человек, версия ответа которого была наиболее близка к правильному. Он сказал, что это подворье или подверье. На самом деле, вот этот хутор на слабожанщине назывался Пидворог, то есть он ошибся совсем в малом. Я надеюсь, у нас для каждого найдется вопрос, и наш огромный большой приз мы разделим так, чтобы хватило сладостей и всего понемножечку всем. Итак, вопрос вам. Назовите десятилетие, в котором началась застройка Павла Поля. Не обязательно точно год, главное назвать десятилетие. Да. Правильно. За то, что вы были наиболее близки к правильному ответу, и за этот ответ мы вам вручаем два приза. Спасибо вам. Теперь этот человек пришел к нам первым. Вопрос к вам следующий. Обычно, если мы задаем исторические вопросы, победителя мы просим рассказать о своем районе так, чтобы все остальные жители Харькова подумали, что нет в городе лучше района, чем ваш район, и может быть нет даже в мире. То есть ваша задача разрекламировать ваш район. Самое большое преимущество и достоинство Павла Поля это то, что там самый зеленый район в городе Харькове. Ну и вообще Дзержинский район, на его территории находится парк Горького, парк Дзержинского. Ну и, в общем-то, красивый источник с минеральной водой. Я спрашиваю у всех наших претендентов. Ответ принимается? Да. Ответ принимается. Спасибо вам за участие. Это небольшой почтительный приз. Спасибо вам. Кто пришел в следующем? Итак, тебе тот же вопрос. То есть разрекламируй свой район так, как ты только можешь. Значит, здесь скоро будет метро. Говорили, что 23 августа уже будет метро. И будет очень хорошо обеспечиваться... Не, не обеспечиваться, а... Ну как? Очень много людей сюда будут приезжать. Здесь очень красиво. В Яру здесь есть водохранилище. Там очень красиво тоже. В общем, я думаю, ты затронул транспорт. За это тебе спасибо. Каждый рекламирует со своей стороны. Мы все любим наш район. Мы все патриоты этого района и нашей программы, поэтому призы сегодня достаются всем. Смотрите нас и встречайтесь с нами. И, 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 и. Субтитры подогнал «Симон»